Всем привет! С вами Дмитрий Побединский. Рад приветствовать на своем канале. В предыдущем выпуске я рассказывал, что мы увидим, двигаясь со скоростью света. И там я пренебрег разгоном и торможением, однако именно на этих этапах происходит самое интересное. Итак, давайте разберемся, что мы увидим в процессе разгона до скорости света. Вы сейчас просто обалдеете! Перед глазами возникает просто невероятная картинка. Не такая, конечно, как в Звездных войнах, но, я думаю, даже более эффектная. И давайте сразу посмотрим, как же это будет. Вспомним наше путешествие к звезде Проксима Центавра, до которой 40 миллионов миллионов километров. Теперь у нас будет небольшой разгон и торможение. Будем смотреть только вперед и считать, что мы выдержим такое невероятное ускорение. Итак, 3, 2, 1, поехали! То, что вы видели, полностью основывается на современных законах физики. И давайте разберемся, почему картинка именно такая. На самом деле происходит несколько эффектов, и каждый по-своему влияет на картинку. Давайте же их всех по отдельности детально обсудим. Первое, что бросается в глаза, это необычное искажение пространства. Поле зрения словно увеличивается, и может даже показаться, что мы движемся назад. Хотя это, конечно же, не так. Происходит это из-за так называемой аберрации света. Ну, или пропусту говоря, из-за изменения направления лучей при движении. Как же работает аберрация? Ну, представьте, что вы находитесь между двух источников, которые посылают, ну, какие-нибудь световые сигналы. Когда свет от них доходит до вас, становится понятным, что они сбоку, слева и справа. Но посмотрите, что происходит, если вы оказываетесь в движении. С вашей точки зрения будет казаться, что источники надвигаются. Поэтому к скорости лучей, ну, как бы добавляется эта скорость. И получается, что лучи будут приходить не ровно сбоку, а уже наискосок. Это можно сравнить с дождем. Капли могут падать абсолютно вертикально. Но когда вы побежите, относительно вас они будут падать уже под углом. Именно из-за аберрации и возникает такое искажение. Увеличивается поле зрения. Ведь все, что находится сбоку, начинает постепенно сдвигаться вперед, к центру картинки, которую мы видим. Можно даже увидеть звезды, которые находились чуть ли не за нашей спиной. Кстати, можно так понять, что видят голуби. У них же ведь угол зрения чуть ли не 360 градусов. И вот что интересно. По той же самой причине будет изменяться яркость картинки. Смотрите, все больше и больше лучей будет собираться впереди. Значит, по периферии яркость картинки будет падать, а по центру возрастать. И чем ближе к скорости света, тем меньше и ярче будет эта область. Но это еще не все. Вы наверняка заметили переливы радужных цветов. Это эффект Доплера. Давайте посмотрим, как он изменяет картинку. Как мы знаем, свет — это электромагнитная волна. И каждому цвету соответствует строго определенная длина волны. Ну, или, проще говоря, расстояние между гребнями. Если мы будем нестись навстречу свету, то тогда гребни волн будут приходить к нам чаще. Нам будет казаться, что это совсем другой цвет, ближе к фиолетовой части спектра. Будет происходить так называемое фиолетовое смещение. Ну, а если посмотреть назад, то гребни волн будут приходить наоборот, реже. И смещение цветов будет происходить в красную область спектра. И посмотрите, что получается. Из-за аберрации мы будем видеть то, что происходит практически сзади. Поэтому в нашем поле зрения будут все цвета радуги от фиолетового в центре до красного на периферии. Ну, честно говоря, эта картинка приблизительная, ведь смещение не ограничивается красным и фиолетовым. Оно происходит и в невидимую инфракрасную, и ультрафиолетовую область, и так далее. Однако во Вселенной полно излучения, чтобы мы смогли увидеть все цвета радуги. И, конечно же, будет присутствовать замедление времени. Согласно теории относительности, чем быстрее движется объект, тем медленнее протекает время у него. Для путешественника весь путь может занять всего лишь несколько минут. Ну, если он выдержит такие чудовищные перегрузки, конечно же. Но для всего остального мира пройдет больше четырех лет. Так что не удивляйтесь, если вы отправитесь в такое путешествие, вернетесь, для вас пройдет полчаса, а здесь уже Россия чемпион мира по футболу. Двукратный. Хотя, это без теории относительности удивительный факт. Ну, и что касается сокращения длин при огромных скоростях, то оно будет практически незаметно из-за аберрации света. И не стоит забывать, что да, можно разгоняться, разгоняться до скорости света, однако никогда вы ее не достигнете. При приближении к скорости света становится все сложнее и сложнее разгоняться. Мы можем приближаться и приближаться к ней, но никогда ее не достигнуть. Увы, так устроен мир. Но я хочу вас обрадовать, все эти эффекты разгона можно испытать практически на себе. Оказывается, есть игра, в которой скорость света практически равна скорости ходьбы. И все эти необычные эффекты и искажения дают о себе знать. Ссылка в описании. Скачивайте, играйте, изучайте и наслаждайтесь невероятной картинкой. И в конце важная новость. Да, меняется фон, это не просто так. 27 мая пройдет фестиваль Видфест. Это фестиваль видеоблогеров, пройдет он в Санкт-Петербурге в музее стрит-арта. Я там буду вместе с Яном и Артуром. Как раз-таки фонд своих каналов я сейчас взял. Мы там будем проводить лекцию, ну, как лекцию обсуждения самых интересных вопросов астрономии и вообще тайн нашего мира. Конечно же, присоединяйтесь, можно будет задать свои вопросы, пообщаться. Всех вас жду. Билеты можно найти в ссылке в описании к этому видео. И, конечно же, ставьте лайк, подписывайтесь на этот канал, чтобы не пропустить новые видео. Спасибо за просмотр и до встречи на Видфесте. Субтитры подогнал «Симон»!